Министерство по информатизации курирует три региональных проекта, которые в свою очередь идут из трех национальных проектов. Первый – это информационная безопасность, второй – это информационная инфраструктура и цифровое государственное управление. Если кратко говорить, то информационная безопасность. Основная цель проекта – это, по сути дела, решить вопрос информационной безопасности и создать суверенную инфраструктуру правительства Российской Федерации. Но это глобальные цели имеются в виду. В рамках данного проекта лежит очень много мероприятий по импортозамещению. Это отказ от импортного программного обеспечения, переход на отечественное ПО. И также вопросы информационной безопасности, потому что современные технологии, помимо всех тех благ, которые они несут, начинают появляться новые виды как мошенничества, так и киберугроз. Поэтому данный проект направлен именно как импортозамещение и при этом и создание безопасной среды для реализации всей цифровой экономики. Второе – это информационная инфраструктура. Основное направление данного проекта, как в своем послании сказал президент, это использование современных сетей связи, как в образовательном процессе, так и в каждой больнице, в госуправлении. По сути дела, данный проект направлен на проведение интернета и создание условий для пользования интернета как в государственных и социальных объектах. Также один из показателей данного проекта – это к 2024 году 97% населения должны иметь возможность пользоваться широкополосным интернетом. И цифровое государственное управление – это проект, направленный на реинженеринг вообще государственного управления. Будем говорить из сечения, из административных регламентов оказания государственных услуг, либо внутренних процессов органов власти, лишних моментов, лишних процессов, которые можно заменить цифровыми технологиями. Либо пересмотр полностью, рефакторинг, реинженеринг процесса оказания услуг с задачей сократить количество, либо свести к минимуму вообще обращение граждан в органы власти, чтобы государство стало сервисным. Проект «Цифровая экономика» Стоит в себе как базовые вещи, фундаментальные, которые способствуют реализации других нацпроектов, так и, безусловно, самостоятельные элементы. Каждая школа, каждая больница, ну они у нас сейчас, больницы и так подключены, но задача, которая стоит в рамках нацпроекта, от ФАПа до больницы, от каждой сельской школы должны быть подключены к высокоскоростному интернету, для того, чтобы уже в национальном проекте сферы образования они могли создавать цифровой контент, который изменяет подходы к обучению. Это информационная инфраструктура, по сути дела создание канала взаимодействия некой кровеносной системы данных. Вопрос государственного управления, здесь как раз очень много всевозможных моментов. Первое – это проактивность услуг, так называемый суперсервис. Тульская область в пилоте по суперсервису «Рождение ребенка», вот на текущий момент для того, чтобы после рождения ребенка родители могут получить порядка 30 услуг. Вот для того, чтобы их получить сейчас, нужно порядка 24 раз посетить либо там портал, либо МФЦ, либо ведомство. Ну, это время. Суперсервис подразумевает, что по факту рождения ребенка мы, получая информацию из информационных систем регистрации рождения, первый документ, который получает у нас ребенок, свидетельство о рождении, мы уже… процесс запускается автоматически и предлагает родителям полный перечень услуг, по сути дела, нужно будет только согласиться, что этот набор услуг начинает оказываться. Да, мне нужен СНИЛС, да, мне нужен полис ОМС, да, я хочу получить пособие, да, согласиться с этим, и уже мы начинаем проактивно оказывать эти услуги, тем самым сокращая время наших граждан на взаимодействие с органами власти, которые они могут направить на воспитание ребенка, либо на работу на свою, либо на отдых. И задача нацпроекта – отцифровать, ну, по сути дела, перейти от старых архаичных способов работы в современные. Федеральный центр запустил 25 суперсервисов, один из них в ближайшее время уже появится на федеральном уровне. Нужно понимать, что суперсервис, он федеральный. Тульская область всего лишь пилот, потому что в той перечне услуг львиная доля федеральных услуг. И изменение, и возможность получения данных услуг в так называемом проактивном режиме зависит от большого изменения, большого числа нормативно-правовых актов. Мы как пилотный регион как раз анализируем, какие нормативно-правовые акты надо поменять у себя, даем предложение, какие нормативно-правовые акты надо поменять на федеральном уровне, какие информационные системы взаимодействуют в процессе оказания услуг. Из суперсервисов сейчас запущен будет, по-моему, в ближайшее время, это электронный европротокол, по-моему, он уже в тесте. Потом суперсервис по погашению задолженности. Многие сталкиваются с проблемой выезда за границу, когда есть неоплаченные штрафы, либо заделать задолженности. И есть достаточно большой временной лах, даже если ты погасил все эти задолженности, минимум три дня, а может быть и несколько недель, пока вся информация обновится в системах, а путевка уже завтра. И также один из суперсервисов направлен на сокращение данного временного промежутка. В рамках «Умного города» у нас два пилотных муниципалитета. Это город Тула и город Новомосковск. С точки зрения задач, которые это встает, первая, это необходимость создания цифрового двойника города. Для чего это нужно? Для того, чтобы городские власти могли принимать решения на основе данных. Приведу простой пример. Есть котельня, есть трасса, есть дом, социальный объект, неважно. Сейчас, если, не дай бог, там авария, либо какие-то изменения, показания температуры теплоносителя на котельне, либо порыв на трассе, как правило, администрация узнает об этом, либо есть там аварийная ситуация, когда котельня уже это все просигнализирует, либо от жителей. Что такое умный город? Когда на котельне, на трассе, на входе в квартирный дом, либо в социальный объект, ну, неважно, вообще объект, стоят датчики, так называемые датчики с использованием интернет-вещей, которые в режиме онлайн передают показания и параметры. И если датчик фиксирует изменение температуры, либо объема теплоносителя, то он сигнализирует, на каком из промежутков идет отклонение. И уже администрация может превентивно реагировать. Следующее – это интеллектуальная система управления городом, дорожным движением, перекрестком, автобусом. Для того, чтобы правильно планировать маршруты, маршрутных общегородских транспортных средств, планировать дорожное движение, убирать загрузку – это все, по сути дела, задача умного города – переложить все вот эти колоссальные объемы данных в цифровую модель с помощью информационных технологий, так называемых больших данных, либо искусственного интеллекта, принимать наиболее взвешенные решения для более качественного, эффективного управления городом. Если говорить о Туле, то сейчас стоит задача на следующий год – это создание цифрового двойника. В этом году по проекту – это и создание сети «Лора-Ван», так называемой. Наши партнеры по данному проекту, которые за свои средства сейчас подключают умные домофоны в муниципалитете, по сути дела, общим собранием жильцов граждане определяют, что они без изменения платы за домофон меняют старый архаичный на современный домофон с видеосвязью, где уже можно открывать подъезд с мобильного телефона. Что это дает властям? На примере той же самого города Москвы большое количество преступлений, которые совершаются около подъезда в ночное время, они практически свелись на нет, потому что камера, которая в домофоне, она контролирует периметр перед подъездом, и уже злоумышленник побоится, как говорится, как войти в подъезд, так и совершить какое-то нападение перед подъездом. В городе Новомосковске в этом году должны запуститься ряд умных светофоров. Как раз мы там это отпилотируем и посмотрим, как, потому что трафик немножко меньше, все-таки Тула более динамичный, и в дальнейшем будет это перекладываться и на наш центр, город Тула. Я могу сказать, что я так же езжу по этим дорогам, родился и живу в городе Туле всю свою сознательную жизнь. Город меняется и меняется к лучшему. И вопрос, если, опять же, в соцсетях так же недавно умные домофоны начинают говорить, что кто-то там будет тянуть деньги. Я уже сказал, что на текущий момент, да и сейчас наши инвесторы, которые приходят и готовы это делать, менять старые домофоны без изменения арендных платежей, не арендных платежей, а платежей по обслуживанию. Каждый пользователь квартирного дома платит ежемесячно за использование домофона, и без изменения этой платы им меняют, без каких-либо дополнительных платежей современный домофон, старый домофон с ключами, хотя ключи так же остаются на новой, который может с сотового телефона открывать дверь. Ну, я не понимаю этих людей. Ну, нужно понимать, что все сразу молниеносно решить нельзя. залатать все дороги, отремонтировать все старые ветхие дома. Все постепенно, дорогу осилит идущий. И только вместе и совместно, решая общие вопросы, мы достигнем тех прорывных результатов, которые перед нами поставил глава государства. С точки зрения идей, есть у нас сайт deconami71.ru, там есть сервис «Предложи идею», он направлен как для IT-компаний, так и для граждан. Плюс из последних, ну, мы стараемся привлекать очень наших граждан к тем проектам, которые непосредственно направлены на взаимодействие с обществом. Например, проект, будем говорить, информационный ресурс-агрегатор по сфере образования был построен при непосредственном взаимодействии с населением. Больше, более трех тысяч обращений и предложений было получено, и на основе каждое было отработано, и мы создали, по сути дела, вот образовательный агрегатор информации. И свои идеи мы всегда открыты, рады активной жизненной позиции и новым прорывным идеям. Также, безусловно, в рамках новых технологий открывается большая возможность для стартапов, для инноваторов предлагает новые продукты, идеи, которые мы готовы всегда рассмотреть, и если они ложатся в канву общую национальных проектов, мы их с радостью поддержим, да даже и будем применять у себя в субъекте. Есть ряд инфраструктурных моментов, которые мешают это, ну, это такие глобальные вопросы. Компонентная база, которая была, производство компонентной базы, которая была потеряна при распаде СССР, к сожалению, сейчас мы слышим только там о пару технологических процессоров российского производства, при этом вся практически микроэлектроника используется иностранной. Поэтому, ну, будем говорить, такие инфраструктурные технологические вещи, но они присущи не только Тульской области, они присущи всей Российской Федерации, но задача нацпроектов как раз перебороть это и перейти на новый технологический рывок развития Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...